девочки мальчики я вас приветствую темы сегодняшнего расклада что же такое я принес я принесла из детства да ну а часто же говорят психологи и различные философы да что все мы родом из детства что наши проблемы родом из детства давайте сразу я не диагностирую вам ваши травмы детские я щас объясню почему ну . понятно что вы там просите посмотреть во-первых вас огромное количество людей я не могу нести ответственность за вашу тревожно-менительность согласитесь да и мы же любители натягивать сову на глобус и был у меня в практике расклад да я могу их делать на психологические травмы потому что моего научного бэкграунда хватает на то что даже на таро посмотреть причинно-следственные связи на вот но это же не про то что я вас диагностирую а это про то чтобы просто дать вам вектор до дать посмотреть ложные представления о себе которым действительно могли перетащить из детства и которые затрудняют нашу жизнь это не диагностика 15 раз еще готова говорить на эту тему вот потому что есть на канале а расклад мои детские травмы я правда не знаю как он плейлисте но на саморазвитие скорее всего и после этого расклада мне писали в личные сообщения психологи говорили о том что я не имею права диагностировать на но поскольку как бы детские травмы на поскольку как бы люди считают филейным местом и хотят на самом деле видите то что они хотят вот у меня не было такого что это чуть диагностировал потому что я в своем уме даем болячки даже не порой не диагностирую хотя на самом деле психосоматические причины тоже можно увидеть как бы я дружу с головой я абсолютно адекватно и поэтому когда вот мне знаете такие обвинения задвигают я думаю может быть все правда перейти как бы формат мысли чувства действия на потому что люди иногда просто несет если честно и как у меня делают виноваты как бы в личных триггерах поэтому сегодняшний расклад у не про ваши травмы а именно про ложные представления себе я в этой теме крайне деликатно потому что я понимаю чем это может привести это будет не очень легкий сам по себе расклад вам просто расскажу о конусе проявляется в максимально комфортной форме мне не нужно вас там прям тыкать ваши болячки не нужно чтобы вы там плакали или заново возвращались как бы в те ситуации опять же оказались беззащитными перед ними да и не знали как поступить потому что бывает такое да что наши травм очки все таки формируют какая-то какие-то события с которым мы не можем справиться но для кого-то травм очки для кого тут просто нужно представление о себе да наши тени вот и мы же не всегда хорошо про себя думаем да у нас страх самозванца может мы можем быть жутны по отношению к себе там боятся показывать свои эмоции боятся коннекта там со своим телом да со своими чувствами ну всякое может быть может где-то родители не справились с теми ситуациями которые были или они сами в чем-то травмированные понимаете в чем-то воспитанной системой и как бы поэтому максимум что сейчас мы можем хорошего сделать для себя без обвинений без там почему вы со мной поступили таким образом это сейчас здесь и сейчас донести ответственность за свою жизнь и а ну помочь сами сами себе условно понимаете помоги себе сам будем сегодня устраивать самовывоз для тех кто не ходит в терапию на вот самовывоз на каналах нейро ведьмы вполне возможно и так в инфобоксе время начала вашего видео тень что мы принесли из нашего детства как это принес из своего детства в свою взрослую жизнь какие представления себе первый желтый может это по зеленоватый его в этом освещении до 2 голубой синий и собственно зеленый какой-то такую весьма прикольную розовую крапинка в инфобоксе время начала вашего видео ну все я думаю пришло время все-таки познакомиться со своими страхами ложными представлениями себе эта карта вот эта часть колоды это тени это архетипы может быть они не совсем нам понадобится потому что есть другие колоды таро которые более более что ли давайте по честному грамотно показывает нам архетипическую составляющим ну все зелененькие что же и это свою колоду честно говоря я не убирала там не мужские не женские на образы что же вы такого притащили представление о себе какие поговорим немножко на эту тему ну что чё притащили не позволяет душе лениться что в воду в ступень и толочь душа обязана трудиться день и ночь и день и ночь вам говорили что вы ленивые что вы эгоистичные вот понимаете ну о чем вашу жизнь вы очень боитесь быть бесполезными вы очень боитесь быть эгоистичными вы очень боитесь не приносить пользу и вот люди которые ко мне приходят на личные консультации на эти вот часто зелененькие бывшие желтенькие до задают вопрос что я полезного могу сделать для мира и вот здесь как раз ложное представление о себе что я пользу не приношу да или а мой образ жизни праздный или я не заслуживаю благ потому что я недостаточно потрудился я не заслуживаю любви потому что я недостаточно страдал да и здесь еще ну давайте уж так по-честному будет комплекс который опять же связан со внешностью на очень важно себя идеализировать и кстати здесь еще до может быть страх лишнего веса или а мы прячемся в лишний вес понимаете как спасательный круг условно да что-то мы собственно прячем сейчас я посмотрю как конкретно проявляется чтобы вот притащили для такой праздный образ жизни опять же приземленность некуда такое прям желание праздников и так далее и мы это будем максимально в себе заглушать до часто вам говорили что вы бесполезны и что ленивые делают очень часто слышала это про себя ну а при этом от родственников вот еще смотрю на них да и как бы но может быть они очень много трудятся но как-то вот сыны не там и поэтому как бы навязывать свою позицию вот это просто привело к тому что я просто очень боялась сидеть на месте потому что я боялась что меня будут упрекать упрекать в лености для меня лень это страшно знаете я постоянно доказывал что я не ленивая и это такой знаете момент манипуляции наверное да то есть хочешь заставить меня что-то делать скажи мне что я ленивая это просто это рассказа как она может проявляться ребят вы ленивые я вам так хочу сказать что олень это энергосберегающий режим это коннекция своим телом это когда мы четко понимаем что мы не хотим что-то делать часто ли вашу жизнь бывает такие ситуации как ты вы насильно заставляете себя что-то делать просто чтобы вас не считали эгоистами чтобы не считали не считали вас ленивыми людьми часто вы попадали в такие ситуации когда вы себя не контролировали как это называется терять человеческий вид и вот в негативном аспекте мы слишком будем подвергать себя контролю и это страх расслабиться потому что когда ты расслабишься да ты себя не контролируешь вас было такое чтобы теряли контроль в состоянии алкогольного опьянения и другие какие-то измененные состояния сознания когда все-таки страшно страшно терять контроль поэтому посознательно вас будет туда тянуть на потерю контроля как-никак давайте так есть еще момент ложного представления о себе такой как неряшливость на поэтому вы будете либо педантичные максимально либо это про то что у вас будут нарушены личные границы и вам крайне сложно будет даже формировать для себя интерьер и гардероб понимаете почему потому что но ощущение что вы делаете все неправильно понимаете она все там не соответствует друг другу это не делает вас красивым условно да и знаете вот такое ощущение что чтобы ты не делал все недостаточно хорош на может быть даже вот какой-то прям грязненький дальше страх чувственных наслаждений потому что тоже знаете ощущение что это грязненько такое да типа свинья грязь всегда найдет это вот еще серии что как это знаете как как бы мы не пытались быть хорошими все равно нас будет тянуть в негативные аспекты это классические условно комплекс до хорошей девочки когда она встречает а плохого мальчика она влюбляется в него просто чтобы встретиться со своей синевой стороной на часто говорят что свинья пожить ты ведешь себя как свинья и вот этот меня это такое прям что-то странное давайте посмотрю наш свинью просто смотрите ребят если вам действительно хочется раскидать вещи она же не всегда про свиньства свинься со стороны других людей да там это бывает очень часто когда нам в детстве нарушали личное пространство мы таким образом просто метим территорию а есть еще такое понятие как творческий беспорядок да ну понятно что есть там а нюансы как бы воспитания когда просто нас не приучали к порядку у меня ощущение что вас приучали настолько что вы просто начинаете бунтовать давайте как как проявляется у нас наш свинь вырастет и сына свинь если кто-то там свинь свиньенок да вот это вот все как это было про свиньенка ну чё похрюкаем да хрюшки вы мои хрюндели ну давайте смотреть как проявляется это отношение к себе а вот это вот действительно знаете ощущение что вы когда приходите вы все портите как вот знаете как золушка который попадает на баллы все такие прямо рафинированные смотрят на нее просто как на покажку условно до тех пор пока она в некрасивом платье вот постоянно будет что-то вот ощущение вот что я для вас недостаточно хорош с вами не играли вы странненькие на но я вам так хочу сказать ребят вы сами себе сделаете крайне сложно но через вот эту тень через неправильные такие представления себе вы действительно сами себе сделаете а сделаете себе через что вы через дисциплину то есть вроде как изначально нам этой дисциплины не хватает да и мы вот прям боремся там со своей ленью но это вот ощущение что нифига вы не ленивые понимаете это просто понимаете ваш образ жизни ваше мышление она про то чтобы получать все сразу сильно там как-то прям не напрягаться и вы все время будете искать путь как не напрягаться понимаете и как вот в чем здесь плюс то что вы можете действительно получать удовольствие даже от рутинной работы она вас зажигает а у вас прям страх получения удовольствия страх получения удовольствия от работы я сейчас расскажу вам как это проигрывается это я просто недавно вытащила там с терапевтом вот я пришла к ней запросом что почему у меня падает работоспособность летом вот ну самое интересно как бы все читает а вот ты встаешь еще что-то а у меня вот такая ситуация была что поскольку я сама выросла на юге и я сталкивалась с тем что летом приезжают люди отдыхать на ты ходишь на работу и не представляете как я прям ненавидела работать летом потому что мне казалось что это несправедливо вы отдыхаете я работаю ну условно да и это на самом деле просто привело к тому что я теперь просто в летний период как овощ ну до тех пор пока мы эту ситуацию не разобрали да и вот смотрите какая вот интересная взаимосвязь вот нам прям показывает вот эту тень просто рассказываю как может проявляться вот это как раз про то что мы будем а находить для себя такие знаете внутренние выгоды чтобы тяжело не работать но нам крайне сложно будет это делать а потому что нам люди вокруг будут прям показывать как вот они много работают и при этом будет категория людей которые не работают вообще и мы будем стремиться не к тем кто много работает а к тем кто не работает вообще или работает головой понимаете а если у вас еще пропасть между условно вот той родовой истории вот в которой вы изначально при рождении себя помещаете ну нас помещает допустим абсолютно простые мама с папой а тебя при этом тянет на искусство условно вот это тоже будет знаете еще такая прям эмоциональная пропасть потому что потому что здесь родители будут заточены на то что иди на завод да получает свои условные деньги как бы душа будет тянуться совсем другому но у вас понимаете запрет запрет на себя на проявление себя на праздную образ жизни потому что не позволяет душе лениться да что воду в ступе не толочь условно ну что плюс вытащим истинное представление на себе понятно ну вот почему опять же вам крайне сложно будет сидеть на месте потому что вот этот архетип на самом деле как бы он про то что вы действительно получаете удовольствие когда рядом с вами людям хорошо вы даете зону комфорта вы даете безопасность понимаете такое ощущение чтобы про она настолько вот не приемлите праздную образ жизни зоны комфорта вы это очень сильно боитесь что это создаете другим людям понимаете так создавайте себе на самом деле принять и ваша задача здесь вот по этому архетипу изначально дать опору себе только потом помогать там слабым понимаете а мы сначала помогаем слабым условно но даем им безопасность, зону комфорта, и только потом надеваем кислородную маску на себя, а самолет уже упал, понимаете? Они все выжили, вы нет. Не будете вы вести праздный образ жизни, потому что вы деградировать начнете, понимаете? Вам действительно очень важно приносить пользу. Ну, не из состояния вот этого болезненного, что если я не приношу пользу, значит, я бесполезное существо. Я как-то давала практику кому-то на личной консультациях, да, скажи сам себе, я бесполезное существо, я бесполезно провел этот день, я там отдохнул, например. И как ты себя чувствуешь, да? И человек просто выворачивает наизнанку, потому что это страшное проклятие, условно быть бесполезным существом, не приносить пользу. Понимаете? Хотя на самом деле, может быть, он приносился уже этой пользы, и тут нужно отдохнуть. А здесь эта тень, она не предполагает никакого отдыха, потому что вдруг вас упрекнут в праздности. У вас, может быть, еще чувство вины по отношению к друзьям, родственникам, да, у которых не получается выстроить свою жизнь таким образом, чтобы чаще отдыхать. У вас будет чувство вины, если вы живете лучше, чем другие люди. Поэтому, может быть, вы подсознательно... А у вас как бы на самом деле прям вот есть заточенность на то, чтобы обеспечивать зону комфорта. Но вы подсознательно будете создавать еще зону комфорта другим людям и будете их беречь. Я не могу сказать, что это плохо и хорошо, но если это позволяет вам думать о себе лучше, чем вы сейчас думаете. Ну, наверное, все вот не зря. О, боже, ну еще одно. Думаю, ладно, еще дополнительную достану вам архетип. Вот, защитник паладин как-никак. Ну вот паладин он просто вот ради идеи еще защищает, да, там может быть христианские гряды, еще что-то. То есть вы прям, как это сказать, выбираете систему и под эту систему, под эти флаги там стараетесь привлечь людей. А защитник он еще такой автономный персонаж может быть. Границы защищаете, кстати, да. Вот наглых там вторжений от непрошенных там людей условно. Вот. Вы когда меня слушаете сейчас, вам чувствуют, чувствуете ли вы себя сейчас защитником? Мне прям даже интересно. Напишите в комментарии. Потому что понятно, что у каждого будет по-разному проигрываться. Но поймите, что вы действительно, как вам сказать-то, вы себя сразу не построите однозначно. Это сложно будет. Вы будете бороться со всеми этими стереотипами, шаблонами, ложным представлением о себе. Поэтому ваш путь к себе, он достаточно сложный. Но если этот путь будет ориентирован на то, чтобы выстроить в себе границы безопасности, ну, опять же, личные границы, да, то есть общаться с теми людьми, которые дают нам радость, рост и развитие, да, которые не перекрывают нас, опять же, да, то вы явно будете на правильном пути. А мы же иногда просто очень боимся выпрямиться в полный рост. Потому что когда выпрямляемся в полный рост, люди просто видят, что у нас все хорошо. И мы прям начинаем это транслировать, да, а тут какое-то, знаете, чувство вины, что вдруг у тебя что-то хорошо. Поэтому мы прячемся. Здесь будем чувствовать, что мы все-таки защитники себя, свои границы, свои жизни, опять же. Тогда нам не придется прятаться. Вот такая вот интересная история по первому варианту. Любви, кстати, у вас очень много. При этом не только к себе, но и к людям. Но ощущение, что принимать мы не умеем больше давать, да, поэтому мы периодически свое сердце закрываем на амбарный замок. Как только баланс восстановится, вам будет намного спокойнее. Вот такая вот была история для вас. Ну что, двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Посмотрим, что вы притащили с детства. Какие представления о себе. Может быть, нюансы, как вас воспитывали. Такой теневой аспект. Ну, знаете, вот как ложные представления. И архетип, если понадобится. Если не понадобится, ну, я вытащу вам на таро. Посмотрим еще, как проявляется. Сейчас я перетасую эту часть колоду. И эта тень немножко расскажет про ваше детство. Ну что? О чем двоечка у меня? Ой, слушайте, реально прям обнять хочется. Обнять хочется, потому что вот эта тень, она говорит постоянно, что вы берете не свое. Ну, опять же, смотрите, человек, который берет не свое, он о чем? Не достоин, да? Что-то урвать, что-то схватить. Это могут быть какие-то легкие деньги, опять же, да? Ощущение, что мир по отношению ко мне абсолютно не про изобилие, да? И для того, чтобы что-то получить, нужно что-то забрать, отобрать, отжать, да? Очень интересно мне бы сейчас посмотреть ваше детство. Почему вот сейчас, во взрослой жизни, вам кажется, что вы что-то недостойны, что обязательно нужно что-то отобрать, забрать, не знаю, что там. Кого-то побить, отобрать мячик. Ну, а к чему это может приводить? Понимаем, да, что не на своем месте я нахожусь. Отрицаю для себя общение с людьми, которые действительно могут быть про легкие деньги, про мошенничество, опять же, такая непринятая тень мошенничества, да? Буду связываться с людьми, которые меня обкрадывают всячески. Кто-то морально, кто-то финансово, кто-то еще как-то, да, такие неоправданные ожидания. До тех пор, пока не пойму, что обкрадываю я себе сам. И такое ощущение, что мы с детства себя обкрадываем, да? Ну, самый такой вот простой пример. Ну, не совсем, конечно, так, потому что я тоже ухожу в сопротивление этому личный пример из детства. А я всегда оставляла последнюю конфету родителям. Знаете, когда вот учат, там, пойди, там, поделись. Ну, поделись-то ладно, вот это последнее отдаешь. И вот мне очень грустно, грустно, да, становится. И знаю, как бы, что во взрослой жизни вот ровно такая же история. Что ты всегда, даже вот тебе оно надо больше, да, а ты все равно отдаешь кому-то. Вот даже помню, что из детства, да, чтобы для того, чтобы с тобой, там, играли более, там, востребованные дети, ты что-то для этого делал, понимаете? Там, то кукол как бы дарил, там, то еще что-то, да? То есть на самом деле это про выпрашивание любви, да, выпрашивание своего места под солнцем, потому что изначально тебе кажется, что ты не на своем месте, да? Это вот такое ощущение, что ты чужое место занимаешь. Дальше. О чем еще такая тень вора? Знаете, у меня, кстати, проигрывалась она как вот, как это, знаете, немножко как биполярочка, да? Как две личности, вот еще обратите внимание, что это какой-то призрак, там, что-то такое. Да, проигрывается вот эта часть. Кстати, было такое, что еще диагностировала негатив, ну, там прям явно было понятно, что это подселенец, да, и надо было просто посмотреть, как он проявляется, человек. У меня вот эта вот как бы тень вышла, да, и было ощущение, что он... Ой, ну, у человека там были очень тяжелые мысли суицидальные, но это сущность толковая. Я прям не хочу долго на эти темы, потому что это все очень тяжело и индивидуально должно быть. Но, возможно, ощущение того, что, как это сказать, это не я, это меня там толкает условно, мой там, я не знаю, какой-нибудь кармический близнец или еще что-то, да, тут все-таки такое немножко желание снять с себя ответственность. Это не я, это обстоятельство, это не я, меня заставили, да? Вот, потому что присутствуют все-таки моменты ведомости, на ощущение, что вас действительно могли заставлять делать как бы то, что вам не нужно, да. Может быть, это действительно плохие компании, которые на вас влияли. Это моменты клептомании, когда там дети что-то тащат из кошелька родителей, да, для того, чтобы их желания исполнились быстрее, понимаете? Ну, на какой-нибудь мороженке, что-то еще, да, и когда мы это делаем без спроса. Увлеченности различные могут быть, ну, я не знаю, что там, игровые автоматы может быть, всякие зависимости, да. Но вот это вот просто желание, опять же, брать не свое, оно прям сильно преобладает в нашей жизни. Сейчас посмотрю еще, что там в детстве-то интересного было, по поводу чего, как проявлялась эта тень. Понятно, да, почему в нашей жизни могут быть треугольники, потому что страх брать, опять же, не свое, да, как компенсация, получается, что мы, к сожалению, оказываемся по ту сторону баррикад, да, и тебе казалось, что ты на первом месте, а ты там любовница, условно, да. Или, например, это конкуренция, опять же, среди там коллег, и ты понимаешь, что если ты не посидишь, ты места не получишь, да, то есть нас вот, нашу теневую сторону мы будем постоянно искушать. Ну, по сути, вот смотрите, вот почему ворует, вот если в таком глобальном, да, контексте, с точки зрения тени, потому что у него нет ощущения достаточности, да, это такая поломанная императрица, когда нам кажется, что нас обирают, но при этом ничего не дают взамен, например, да, бывает такое, что мы просто не видим, что нам дают что-то взамен, потому что нам кажется, что, ну, забрать как-то ценнее, что отобрать. Понимаете, вору никогда недостаточно, он никак не может успокоиться, потому что это ощущение, что это просто вот ради процесса, давайте, как проявляется. как это все проявляется. Ох, как мы гнем пространство все-таки, да, не положено, а вы положите. Знаете, вот изначально у вас ощущение, что этот мир несправедлив, да, и одним там дается кому-то все сполна, а кому-то нет, да, кому-то прям действительно приходится пробивать свое место под солнцем, и ты понимаешь, что если ты слабый, ты не выживешь, да, если ты не продавишь пространство, ты не выживешь, опять же, если ты не победишь в соревновании, ты не выживешь, да, тебя растопчет, растопчет более сильное, но при этом на самом деле у вас вот это ложное представление о себе дает очень классный ресурс, это гибкость, да. Это про то, что вор должен быть вежлив условно. Ну, вы такие тут манипуляторы, могу сказать, что мы сюда привнесли. Что мы очень сильно в себе гасим, глушим, заглушаем? Какие качества? Инертность, пассивность, интуицию, да, то есть мы прям действительно не можем доверять, мы не можем входить в это состояние потока, поточности. Опять же, по той причине, что очень боимся потерять контроль. Давайте. Что у нас нарушено? Какая связь? Восходящий, исходящий, нисходящий поток. Да и тот, и тот. У нас вот, смотрите, нет баланса условно между материальным и духовным. При этом очень сильно хочется быть хозяином жизни и потом, собственно, завязать с этим воровством, да, условным, конечно. А все никак не получается, не получается. Давайте. Как мы сами себя обкрадываем? Понятно. Выбираем не то, что нам надо, а соответственно, соглашаемся на меньшее, соглашаемся на партнеров, которые энергетически слабее, чем мы, но при этом нам кажется, что не сильнее, это такое абьюзивное состояние. Понимаете, вот такое ощущение, что каждый раз мы как будто себе говорим, а тебе же не положено, а ты недостойна, да, а попробуй заслужи или там отбери или еще что-то, да, то есть вот сразу такое ощущение, что мы сами у себя вообще не в привилегированном положении, да, где-то вообще прям спим на коврике. Да? Барсик. Да, здесь вот такой момент смотреть, шестерка кубков. Знаете, серия, что вот я вырасту, как вы докажу вам все. Вот вы как узнаете, вот плохо со мной обращаюсь, я как вырасту сейчас как-то докажу все. хорошо, давайте, что мы там прячем там, нежная душа. Я хохочу в голос, потому что я нифига не могу понять взаимосвязь. Я реально не могу понять взаимосвязь. Двойки, вот сейчас без обид, но у меня ощущение, что вы с точки зрения высшей сил просто разменная монета. Знаете, как вот, всю жизнь блуждай, да, ищи свое место под солнцем. Проба различной религии для себя, эгрегоры, да, пытайся как бы условно найти своих, а потом ты все равно как бы придешь к тому, что ты несешь благие вести. Ну, как бы круто вообще, да, то есть вот твое место это нести благие вести. это вестник как никогда, архетип ангела, там, это вестник. И получается, значит, что вот это вот нашу условно темную сторону, которую мы приобретаем в детстве, да, полномерно нас как бы вытаскивает в сторону света. Но что-то мы какие-то дивиденды от этого не получаем. Я понимаю, что вы очень духовные личности. Вот прям несете благие вести и все о чем. Ребят, короче, вот я действительно иногда понимаю, что, может быть, мне нужно менять площадку что-то с ютуба ходить, потому что расклады, которые я делаю, ну, пусть они стали короче, но они более про реальность, что ли. А вот вы понимаете, что в этой реальности мы творим справедливый сами. И тогда все вот эта ситуация, знаете, что изначально вас там помещает в условия, которые формируют из вас просто отъявленного темного негодяя, да, потом говорят, не, нифига, это так не работает вообще. Вот ты, значит, несешь благие вести, короче, шагомарш к свету. И ты понимаешь, а вот это вот все, ну, такое, знаете, вот ощущение, что вам, по идее, нужно, значит, раскаяться, что вот вам кажется, что вы плохой очень человек, на самом деле вы хороший. И вот я иногда действительно сама схожу с ума своего научного бэкграунда, потому что ну, не всегда чувствую, что мои метафоры понимают. А теперь сейчас отсылка будет у нас немножко к книге Библии. И там, значит, в Новом Завете было такое, помните, что разбойник спрашивал, может ли он попасть в Царствие Небесное. Помните? Да? И смысл как бы в том, что абсолютно любой человек может попасть в Царствие Небесное, если он раскается. То есть ему нужно покаяться, да, за свои там условные грехи, проступки. И вот тогда ему открывается Царствие Небесное. Помните? Да? Такая притча была. Вот. И, по-моему, там все это свершилось, что вместе с Сыном Божиим, да, какой-то преступник, который вместе с ним там на Голгофе был распят, он попал тоже в Царствие Небесное. И смысл заключается в том, что можем там косячить, не грешить, а все равно нас как бы потом примут после там того, что мы как бы отмоемся, да, и снова как бы белый и пушистый. И так вот, знаете, вот ощущение, что по всей вот этой истории, в которую нас заставляют верить, как-никак люди, которые косячат, остаются безнаказанными. И поймите, что вам придется с этим жить. Да? Вас изначально помещает как бы в такую среду все прощения, да, может верование, может быть строгого достаточного воспитания, и получается, что вам косячить нельзя, а другим людям можно. Да? Понимаете? Потому что вот ощущение, что вот им как будто вот прям дано больше, чем вам. И вы поймете, что ваша вот условно святость, порядочность, праведность ну, приводит к тому, что просто вместо сердца у вас там просто развороченное месило, знаете, как бомба туда попадает. и конечно же мы здесь именно про то, чтобы косячить, 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 а потом условно раскаяться там, да, через волонтерство, через какие-то религиозные может быть аспекты, через открытое сердце опять же вытаскивает людей к свету. Ну, то есть у нас, говорят, вот такая вот миссия. При этом, если честно, как-то сказать, что вам тут что-то прям сильно помогает вас, это несплошная трансформация, вы прям вась-вась со смертью, с энергиями смерти, ощущение, что вы прям при жизни будете несколько раз возрождаться и умирать и возрождаться, да, прям какие-то совсем вот иные линии, как будто у вас линии меняются на руке, так знаете, как разные личности, при этом потеряшки, изначально прям потеряшки, потеряшки. Ладно, давайте, все-таки мы смотрим архетип и, значит, вы у меня тут раскаялись, да, пришли к свету, такое ощущение, что, знаете, вот смотрят на вас со стороны, то сейчас это все поиграется, потом к нам придет. Вот, но смотрите, здесь какой нюанс. Вот сейчас вы мне скажете, что это про религию, я не религиозный человек. Ну, в комментариях сейчас напишите, вот что вы там опять. Но, дело-то не в том, что мы сейчас с вами обсуждаем религию конкретно, потому что все, что я вам говорю, оно метафорично. Если мы будем с вами считать Царство Небесное, Божие, исключительно, как знание, то есть, раньше темнота, ну, не тьма, темнота, это про людей невежды. И вот ощущение, что вы на протяжении своей жизни, да, вот вы будете урывать эти знания украдкой, пока реально не поймете, что вы находитесь в их источнике и сами являетесь этим источником. И в этом контексте, что типа откроется Царствие Небесное, это просто говорит о том, что мы получаем знания, понимаете, и эти знания потом несем и транслируем. Но подключение-то у вас безусловно есть к этому источнику, но это же нужно открыть. При этом по роду идет подключение к источнику по женской линии. Ну, так, не всем, но по большей части, слушайте, очень много женской энергии. Давайте, ну, архетип о чем здесь? Боже, про смирение все-таки, да? Восьмерка жезлов перевернутая. Тогда, когда опустятся руки и ты потеряешь свои цели, ты поймешь, что все то, к чему ты шел, оно абсолютно зыбкое, и теперь это тебе уже больше не интересно, и из этого ушел огонь, ты что-то обретешь однозначно. Чего обретешь-то? Вернешься к себе настоящим? Твой путь только начнется, да? Когда тебе кажется, что твой путь закончен, твой путь только начинается. какие вести ты несешь? Знаете, сколько лет мне понадобилось, чтобы трактовать духовные книги, ну, как-то иносказательно, да, ну, на языке метафор, лет 10 точно. я просто в свое время изучала большое количество духовной литературы, вот это вот, наше, что-нибудь, что с тобой не так. Давайте. Что несете-то вести какие, относительно чего? Второе пришествие, что ли? восьмерка кубков. Такое ощущение, что даете надежду заблудшим. Пастыром, ну, это, кстати, может быть про открытие творческого потока, почему нет? Работа с творческими одаренными детьми. Что мы пытаемся примирить через свою жизнь, что мы пытаемся примирить? А, ну, понятно, это материалка. Какое-то чувство неудовлетворенности с собой, при этом, в первую очередь. А в духовном аспекте что здесь? понятно, короче, условно, силу и слабость. Сила и слабость нам дают просто ощущение гибкости, да? Ну, а вот ваше представление о себе ложные, какой плюс не несут конкуренцию. То есть, у меня ощущение, что вы выиграете сливую конкуренцию. Такое ощущение, что вы реально лучшие. Ну, в своей сфере можете быть. Вот, как-то так. понимаете вообще, что ваш путь это из невежества условно, из темноты к свету. И вы действительно, видимо, будете прям освещать путь людям таким же, как вы, когда-то заблудшим, да, потом, которые пришли к истине условно. Истина разного характера может быть. Кто-то реально ее прям находит в Боге, да, там, в творчестве, в церкви, а в магии, может быть, в древних культах. Ну, у всех по-разному, потому что вы что-то думаешь, не зря это все через торо смотрим, да, система абсолютно мистическая. Вот. А кто-то в знаниях разного плана, понимаете, от учительства, менторства, там, до древних знаний. Так самое интересное, что вам древние знания откроются. Не будьте нейроведьма. Нет, вы не неудачники, ребят. Ни в коем случае. Просто не чувствуете пока себя. Такое ощущение, что апорта не хватает, да, надо на что-то опираться. Надо на что-то операться и быть уверен. Поэтому, может быть, какое-то время вы будете своей энергией кормить различные эгрегоры. Культурные, религиозные и прочее. Потому что вам очень важно быть в состоянии принадлежности к этому всему. Так, троечки, я вас приветствую. Давайте смотреть, что вы принесли с детства. у меня ощущение, что мама, да, такая, прям, как карабас-барабас за веревочкой тянет. карабас-барабас своих кукол. Давайте, это не травма, это просто, вы знаете, ваша линия поведения, которая приводит к тупиковым состояниям, ну, потому что это ложное представление, да, это отток энергии, это, ну, вряд ли что-то получится здесь реализовать с такими мыслями, да, ну, короче, прям, негативчик смотрим. Что-то такое, знаете, время на просмотр негатива и ложных представлений о себе, как-то оно все прям в синхроне, потому что сейчас в младших арканах, ну, если вы прям вот ровно идете, я давала медитацию на теневые стороны рыцаря Пентакли, что мы негативные все никак откопать не можем. Вот. Ладно, давайте смотреть, что же притащили. Умение, желание защищаться, давили личные границы на вашу, такой прям викинг, такой прям Петрович, там, знаете, как у девочек такое прям состояние, это, мальчишескости, может быть, есть такое. вот как будто, знаете, вот вы с детства понимаете, что общаться нужно с выгодными людьми. Сами свою позицию отстаивать будете, и будет желание прям выделяться, но там просто, я еще как бы вытащила вам тень, но не стала озвучивать, это люди мнительные, и вы скорее всего будете сталкиваться с людьми, которые будут давить на вашу слабость, и вам придется все-таки включать свои рога, своего внутреннего Петровича, вот, а может быть, в тот момент вы создадите себе внутреннего защитника, да, который будет вас как-то подсознательно защищать, да, потому что скорее всего будете сталкиваться с агрессией, эта агрессия может быть как активная, так и пассивная, и вам действительно приходится защищаться, поэтому в принципе ваш цинизм, ваш там, я знаю, что, снобизм, ваши наезды, вот, это ваша такая, знаете, защитная реакция, потому что считается, что лучшая защита это нападение, да, это такая вот тень задир, это такой нарисован у нас викинг, вот, за словом в карман вы не лезете, возможно, вообще не напоминаете ежиков, это прям с детства, да, потому что ощущение, что давили личные границы во прям нещадно, сейчас посмотрю, как она проявлялась, смотрите, ну, как обратная сторона луны, вы не могли за себя постоять, поэтому встречали людей, которые вас как-то задирали, отнимали ваши ресурсы условно, ну, в общем, как-то обращались с вами весьма несправедлива, хорошо, сейчас, как она проявлялась, все, вы притащили, да, во взрослую жизнь мир враждебен, или я теперь сильно буду защищать слабых, или мне нужно переиграть ситуации, которые были в моем детстве, да, но тогда я с ними справиться не мог, а сейчас-то у меня силушки побольше, понимаете, это, знаете, когда я там физической защиты не получала там от своего отца, ну, потому что была такая политика, видимо, не вмешиваться, что там дети сами разберутся, а я во взрослой жизни просто притягивала как бы ситуации, да, где мне нужно было, чтобы за меня вступались, видимо, как-то подсознательно провоцировала конфликты, и вот у меня на самом деле был такой определенный маркер на мужчину, заступается он за меня или нет, это же тоже вот момент неправильного представления, да, себе, что очень часто, кстати, в жертвенном состоянии мы на самом деле, ну, не понимаем, что сами обьюзим, обьюзим себя и обьюзим окружающих, и я что-то так хохотала, почитала тут у психотерапевта в ленте, прям, интересные такие представления, знаете, что-то из серии, что на самом деле любой обьюзер это жертва, жертва жертва обьюзера, потому что мы считаем обьюзером, ну, обьюзером, любого человека, который по сути не соответствует нашим ожиданиям, да, что он небережно относится к нашим чувствам и эмоциям, а тут нужно задать себе вопрос, почему мы сами относимся к себе небережно, и уж если мы относимся к себе небережно, то как же мы притянем человека, который будет вноситься с нашими чувствами, эмоциями, да, как с писанной торбой, как, если мы сами относимся к этому небережно, если мы не озвучиваем, что нам плохо, нехорошо, да, если мы, ну, я сейчас никаким образом там сейчас не оправдываю никакой не насилие, ничего, это просто вот все в тему расклада, потому что эта тень реально может так проявляться, что мы подсознательно будем притягивать тиранов в свою жизнь, не осознавая, что мы на самом деле сами являемся тираном, либо по отношению к себе, либо реально, если бы у нас было как бы больше условно полномочий обстоятельств, мы бы этого тирана бы затиранили просто, я не знаю, затоптали бы, да, они могут прилетать просто на наши либо там негативные энергии, когда там мы не можем в моменте разобраться с обидчиком, да, через какое-то время просто мы начинаем фаербол в него метать, понятно, да, вот, ну, либо как бы такая ситуация, что вот мы будем копить, копить в силу в себе, а потом, собственно, отыграемся на левом человеке вот, за всех этих наших абьюзеров и прочее, которые, обращались с нами плохо. Ну что, давайте посмотрим, как проявляется. Да, мы действительно будем встречать манипуляторов в нашей жизни, которые будут лишать нас радости, да, знаете, как дементры, которые высасывают условно радость. Ну, давайте уж на том пошло, что вполне может быть при других обстоятельствах мы действительно тоже можем быть этим дементром, который высасывает радость. да, перевернутый маг, тройка кубков, да, что я ни за что не отвечаю. И, по сути, не хочется донести ответственность за свою жизнь, да, ну, как бы понять, что ты сам, по сути, ее разрушаешь, да, разрушаешь, ну, через то, что ты разрешаешь топтать свои личные границы, через то, что ты не защищаешь свое пространство, через то, что ты считаешь, что, может быть, ты справишься сам, но твой самовывоз на самом деле ни к чему, как бы, не приводит, да, и здесь нужно уже обращаться к специалисту, но это же не что иное, как небережное отношение к себе, и как мы можем вообще требовать бережное, да, там, ты обо мне не заботишься, ты там меня не любишь, там не ценишь и прочее, как, если мы сами себе не умеем ни беречь, ни заботиться, ни любить. Поэтому мы, конечно, закрываемся, да, мы достаточно закрыты, мы как ежики, такая интересная четверка Пентакли, она же у нас про то, что мы не даем радость, мы не даем ощущение там что-то покоя, да, безопасности, мы не умеем радоваться, мы не умеем радоваться, потому что ощущение, что у нас эту радость отнимут, при этом достаточно быстро. Поэтому мы будем встречать людей, которым очень плохо, когда нам радостно, да, бывает такое, да, что ты вот поработал, высосались у тебя все соки, ты переходишь домой, там принимаешь ванну, я не знаю, что погулял с собакой, тебя обнимает твои близкие, ты посмотрел сериальчик, вроде как нужно спать и прилетать тебе что-нибудь с работы, да, какой-нибудь, а я проверил твой отчет, а у тебя там ошибки, ты думаешь, боже, блин, 9 часов вечера, 10, об этом что нельзя сказать, или, например, там бывшие, да, из серии, что у тебя там уже новые отношения, да, и он тут тебе прям резко пишет о том, что ты плохая мать, условно, да, это там женщина легкого поведения, все олигархи в очереди, чтобы вкусить там каких-нибудь интимных услуг от себя, от тебя, вот это, подруга недавно рассказывала, что ей пишет ее бывшие, мы как бы с ней поржали, я говорю, представляешь, какое мнение вообще у нее высокое о тебе, так вот и здесь, да, то есть мы будем встречать людей, которые просто вот подсознательно будут у нас забирать радость, да, то есть когда нам хорошо, им резко плохо, ну, самое интересное, что здесь нужно понять, что мы тоже можем так себя вести, знаете, с другой стороны, вот такие вот внутренние конфликты, они же тебя всегда повышают самооценку, если ты понимаешь, что на вот этом вот негативе и как бы можно делать себе ну, некий хайп, да, тогда, когда ты понимаешь, что энергия сама по себе, она безвкусная, нейтральная, и даже отрицательная, ты можешь, собственно, перевести в плюс, и вроде как хорошо, да, от этого, но когда это делают люди, когда твоя агрессия на них направлена, они никак не реагируют, да, это бесит, ну, то есть как бы поймите, что вы всегда можете оказаться по ту сторону баррикад, да, что они такие тут бедные, несчастные, а при другой расстановке сил вы прям объюзите, дай боже, кстати, вы себе запрещаете деньги зарабатывать, еще могу так сказать, потому что вы боитесь, что вас их заберут, а потому что вы подсознательно думаете, что вы не умеете ими распоряжаться, вот, и вы очень сильно боитесь, что деньги вас портят, потому что вы становитесь недружелюбными, понимаете, что люди начинают там где-то говорить за вашей спиной, вас обсуждать, еще что-то, это из детства, но, ой, сколько боли, и сколько боли, кстати, много очень деньги причиняет, ну, правильно, пока вы не научитесь с этим жить, почему деньги боль причиняют, как будто из-за денег вам приходится много страдать, или много работать, ладно, давайте, задиры мои, что там у нас, в архетипах лежит, что же там лежит в архетипах, какие вы на самом деле, в следующий раз, когда захотите кого-то укусить, посчитайте до 10, очень хорошая тактика, которая вам диктует ваш архетип, не я, вот, и я покусила сама бы, даже не думала 10, господи, это же посчитай до 10, а все, жертва уползет, плохих людей ловит бегущий, да, и плохих парней, плохих там, ловит бегущий, узнали откуда отсылка, а я даже не скажу вам, но здесь вот такая прям пасхалочка, короче, зарыта, я тут эта фраза из сериала зашифровала, вот, поэтому мне будет интересно даже в комментариях, вы знаете или нет, ладно, пасхалочка закончена, давайте смотреть наши архетипы, о чем здесь, ну, на самом деле, как бы о том, что вообще все вы делаете правильно, все расходимся в тройке, все делаем правильно, слушайте, женщины платят фига вытучу денег за тренинги по мудрой женственности, а вы уже такая есть, представляете, сколько вы денег сэкономили, ну, с нейроведьмой тоже, как бы, сэкономили, ну, просто, слушайте, шутки шутками, такая была очень, это толстая шутка, не тонкая, да, слышали про тренинги по мудрой женственности, вот у меня что-то ощущение, что вы прям такая, уже, понимаете, ваши прошивки, что вы прям реально, вот, с ним котиком можете быть, там, вдохновение, ну, давайте, о чем мудрость, то есть, смотрите, на самом деле, как бы, глупо лезть на рожон, вот, но при этом, ты действительно можешь получить желаемое, если будешь действовать правильно, я уж не знаю, что тут свистеть в раковину, в какое дикое сопротивление, все-таки я ухожу, когда сегодня читаю третий вариант, вот, о чем это здесь, ну, кстати, во-первых, конфликты с мамой могут быть, как неприятие ее картины мира, понимаете, вот, вам кажется, что, блин, нет, я бы делала вообще по-другому, да, прям неприятие, короче, вот, мама, сильно очень, сепарация, может быть, не до конца произошла у кого-то, желание защитить, своих родителей, как маленьких детей еще может быть, нет, ну, может, это в силу возраста, может, это с детства у вас такое, ну, нет ощущения, что родители, как маленькие дети, мне вот это, прям, инсайд, в общем, подарила психолог, подруга моя, потому что мы же очень часто сакрализируем наших родителей, а потом просто, вот, мы понимаем, что они люди, в первую очередь, и они не знали, как нас воспитывать, и они действительно попадали в эту жизнь, да, как эти условно куры, ащип, и, может быть, сейчас нам кажется, что больше свободы, а тогда ее было много, и они жили в этой системе, воспитывали нас в этой системе, а мы сейчас осуждаем их за слабость, за неприятие, решение, и непринятие, и, ну, абсолютно не понимая, да, что, вот, изначально родители выше, мы ниже, но мы же растем, и на каком-то этапе мы становимся, вот, одинаково, и потом самое правильное, что родители вниз, да, и мы вверх, вот, для меня, честно говоря, ну, вот, даже если, как эскалатор, как лестница сравнить, почему были еще, как бы личные триггеры, потому что я действительно очень много пыталась возложить на своих родителей, а вот сейчас вот я смотрю, как бы на ситуацию, понятно, что там возраст уже, да, и ты понимаешь, что дальше просто вот они будут превращаться в маленьких детей, я вот с этим смирилась, хотя вот мне было, кажется, ну, сложно, ну, вот, потому что пытаешься с ними общаться на равных, и ты понимаешь, что вот они, ну, многое сейчас не понимают в силу возраста, да, в силу там своей жизни, своей менталитета определенного, вот, я как бы понимаю, что я не могу на них уже рассчитывать, как на своих партнеров, условно, да, там по жизни, что вот я что-то могу там, совет какой-то взять, ну, безусловно, они остаются родителями, как-никак, но это все равно формат, что на тебе все больше и больше ответственности и зрелости, они превращаются в маленьких детей с возрастом, да, и здесь именно про то, чтобы давать себе возможность, понимаете, быть взрослым, да, понимать, что мы как бы, как бы не хотели задержаться в этом детстве, все равно придется принимать архетип этой мудрости, тут еще такой момент, что мы можем бояться нашего возраста, потому что у нас нет уважения к нему, да, и нет той реализации, в которой мы хотели бы быть, но как бы пока что-то у нас тут не складывается, пока не складывается, поэтому я говорю, что здесь вот, смотрите, прям какое-нибудь неприятие пути, да, наших предков, может быть, наших родственников, перевернутый шут и шестерка мечей, да, что страх не оправдать ожидания или нежелание оправдывать ожидания, тут на самом деле про принятие пути наших родителей, наших предков, да, и что нам дает этот путь предков, потому что вы в любом случае придете на него, да, вы поймете, что вы часть этого рода, этой семьи, что вы на своем месте находитесь, у вас такое вот ощущение, что, ну, по третьему варианту, да, что касается архетипа, это про помощь в решении родовых задач, но ни в коем случае, не про то, что вы будете тащить карму рода, пожалуйста, ну, правда не на моем канале, мне кажется, что это вот настолько маркетинговый ход, из серии, когда вам говорят, что вы карму рода можете вытащить на себя, на себе, да, карму рода, вы представляете, какой это гордыня, или какая силища должна быть, чтобы вытащить карму рода, вы, простите, меня должны просто без рук, без ног родиться, тяжелой семье, потому что считается, что те, кто тащит карму рода, они берут вот какой-то негатив, да, чтобы, ну, в дальнейшем условно расчистить путь, мне кажется, я просто это уже миллион раз это повторяла, но, вероятно, опять нужно это делать, да, и вам кажется, вот, ну, я не могу следовать своим путем, страшно рождаться с женщиной, девочкой, ну, тут по большей части сейчас девочкам, читаю, раз мудрая женщина, потому что как будто у тебя выбора нет, да, мужчинам проще живется, да, когда ты вынужден подчиняться, чужим правилам частности еще, да, как будто у тебя выбора нет, здесь будет крайне сложно, что придется либо оторваться от своей родовой системы, либо все-таки не оправдывать их ожидания, да, боясь мамы еще разочаровать, смирение, а здесь на самом деле нам дают, что-то ощущение смирения, но оно же не про то, чтобы мы сложили лапки, да, оно про то, чтобы мы все-таки нашли мир в душе, да, ушли из состояния того, что мир враждебен на самом деле, пришли к пониманию того, что мы действительно как-то сами притягиваем обстоятельства своей жизни, и смотря как мы к этому всему относимся. Я не могу сказать, что у вас очень легкий путь, у вас очень много событий, которые связаны с проявлением силы, силы обстоятельств, люди, которые изначально сильнее вас, которые вас где-то давят, понимаете, которые где-то самоутверждаются, понимаете, возвышаются, и вам все равно придется отстаивать себя, да, но тогда, когда вы научитесь это делать, как бы вы поймете, что это не что иное, как моя внутренняя война, и когда вы справитесь со своей этой внутренней войной, да, вы как бы поймете, что можно жить проще, легче, и это просто вопрос времени становления, изначально у нас фиговая туча амбиций, но мы пока не знаем, как их применять, да, а потом, когда мы четко понимаем, на что мы способны, ну, вот скажу так, перестанете вы притягивать людей, которые вам делают больно, всяко-разно, перестанете притягивать, потому что в этом больше нет нужды, вам не нужно учиться через боль, понимаете, ваш рост не достигается тогда, когда вы растоптались, да, вы просто поймете, что вот это время, которое я трачу на растапливание себя, на самоуничижение, это же самая ценная валюта, почему не превратить ее сразу, понимаете, в рост для себя, зачем нужно вот сначала пострадать, максимально там себя уничтожить, и только после этого, на вот этом топливе, грязненьком достаточно, да, расти вверх, да, можем ли мы вот этот промежуток ненависти к себе, условное, да, просто отодвинуть в сторону и просто уже расти, то есть вот убрать вот это слабое звено, условно, а это слабое звено пока не убирается, потому что вы пришли на самом деле, как бы в этот мир на отстаивание свое место под солнцем, там свои позиции, детство ваше понимаете, такое было, что хоть и жить умею вертеться, ладно, хоть и жить умею вертеться, как оно все еще проявлялось в тонусе, понятно, вам придется растить свою силу, вам придется оттачивать свои личные границы, вам придется учиться взаимодействие с этим миром и людьми, да, отсекая, как бы, те, кто на самом деле тащит вас на дно, потому что детство нам показывает абсолютно зависимая позиция, может, родители тирана были, да, может, реально приходилось защищаться, потому что, как-никак, мы выходим в позицию жертвы, понимаете, но это ложные представления о себе, как-никак, делаю ощущение, что эта жертва, она сама себя уничтожает, понимаете, потому что она просто очень боится применения силы, научитесь потом, да куда вы денетесь, да, просто вы поймете, что самопичеванием заниматься, в этом нет никакого потенциала, да, это просто вот выжигает тебя изнутри, на самом деле, ты больше не доверяешь себе, как бы, людям, и тогда у тебя начинается рост, вот он пошел, медленный, планомерный, но все-таки рост, вот опять же, когда полностью разочаровались, вот, разочаровались в том, что действительно продавливать приходится пространство, да, ради чего-то, прям сопротивлению идти, вот тогда нам дается все-таки ощущение легкости, потока, когда мы перестали бежать от себя, в достижение, кстати, да, и закрывать свои чувства и эмоции, здесь вот нам показывают все-таки, что через чувства и эмоции, через вот эту мудрость, приятие и принятие, да, нам раскрываются, вот смотрите, совсем другие стороны жизни, и ты понимаешь, что тебя сильные люди уничтожают, потому что это твой страх показывать свою силу, да, для тебя ассоциация, что сильные люди, оно про то, что действительно они творят какие-то бесчинства, самоутверждается над слабыми, я никогда таким не буду, и как бы лучше, значит, тут умру, да, в своем подвале, да, и когда вы, ну, поймете вообще, что сила вообще не в этом, да, не в самоутверждении, вот тогда она приходит в вашу жизнь, однозначно, когда вы сами творите справедливость, да, когда действительно мы, не знаю, становимся сами хозяевами своими жизни, вот так вот почитаем, вот тогда мудрость приходит, понимаете, когда мы сами хозяевами своей жизни, это тоже про потенциал, и от вас зависит, он положительно накопленный потенциал, вы просто выстраиваете, да, русло своей жизни, да, и, ну, просто, как это сказать, не снижаете планку, и тогда ваше течение достаточно ровное, туда уже никакой крокодил, как бы не заплывет, да, собственно, мы накапливаем отрицательный потенциал, да, и начинаем применять нашу силу в разрушающем таком вот ключе, да, всем мстить, там, что-то такое, вот, от вас зависит исключительно, все, почитала, для вас, что вы принесли, из детства, да, как оно сейчас проявляется, что с этим делать, с вами была я, ваша нейроведьма, с вами был Игорь Негода.